Чуть больше месяца осталось, чтобы успеть вовремя уплатить имущественные налоги. На помощь тем, кто этого еще не сделал, приходит налоговая инспекция. Там можно получить всю необходимую помощь и разъяснение по начислению налогов и сроках их уплаты. Транспортный, земельный и налог на имущество необходимо заплатить до 1 декабря включительно. На данный момент началась рассылка уведомлений жителям, в которых указана информация по всем налоговым обязательствам. Печать и рассылка налоговых уведомлений осуществляется почтовыми отделениями города Волгограда и города Ростова-на-Дону. Напоминаем, что в форме налоговых уведомлений, которые направляются физическим лицам для оплаты имущественных налогов и налога на доходы физических лиц, содержатся полные реквизиты платежа и уникальный идентификатор, который позволяет вводить сведения автоматически, а также штрих-код и QR-код для быстрой оплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства. Чтобы заплатить налоги, сегодня не обязательно стоять в очередях. Можно зарегистрироваться на официальном сайте налог.ру и в личном кабинете налогоплательщика сформировать платежный документ для безналичной уплаты налогов или распечатать квитанцию, чтобы лично оплатить ее в отделении банка. Граждане, не открывшие свой личный кабинет, смогут оплатить имущественные налоги через усовершенствованный сервис, уплата налогов и пошлин на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Плательщики смогут сформировать расчетные документы и оплатить налоги не только за себя, но и за третьих лиц. Обращаем ваше внимание, что на налоговый период 2019 год внесены изменения в предоставление льготы по земельному налогу налогоплательщикам, физическим лицам преклонного возраста с 70 лет и старше в отношении земельных участков, расположенных на территории города Славянска-на-Кубани. То есть, ранее предоставляемая льгота на один земельный участок в размере 50% с налогового периода 2019 года отменена. Заплатить имущественные налоги можно единым налоговым платежом, который является аналогом электронного кошелька, куда налогоплательщик может перечислить денежные средства до наступления срока уплаты. Зачет платежей налоговые органы производят самостоятельно, в первую очередь погашая задолженность, если таковая есть. Остаток хранится в авансовом кошельке до наступления сроков уплаты налогов. Также следует отметить, что если налогоплательщикам автотранспортное средство продано по договору купли-продажи, то начисление транспортного налога прекращается лишь в том случае, если новый собственник произвел регистрацию транспортного средства в органах ГИБДД. Либо продавец имеет право обратиться в органы ГИБДД для выполнения регистрационных действий по снятию с учета проданного автотранспортного средства. В случае, если налоговое уведомление не получено до 1 ноября или в уведомлении содержится неактуальная информация, обратитесь за помощью в налоговую инспекцию. Обращаем внимание, что инспекция прием граждан осуществляет строго в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Также для удобства налогоплательщиков при входе в инспекцию расположен бокс, в котором можно оставить документы с обязательным указанием реквизитов и номером телефона налогоплательщика для обратной связи. Налоговая служба призывает налогоплательщиков, физических лиц оплатить имущественные налоги за 2019 год в срок не позднее 1 декабря 2020 года, а также погасить задолженность прошлых лет. С актуальной информацией о налоговых ставках и льготах, принятых региональными и муниципальными органами власти на 2019 год, можно ознакомиться на сайте Федеральной налоговой службы России в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Анна Монастыренко, Игорь Иванчугов, программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...